В прямом эфире РБК Уфа. Я Кирилл Кукош. Здравствуйте. Вот главные региональные новости на сегодня. Около 300 автомобилей Lada Largus в Башкортостане попали под отзыв. Производитель обозначил возможную проблему с педалью тормоза. В сообщении Росстандарта сообщается, отзывы подлежат машины, реализованные с ноября 2017 года по сегодняшний день. Существует возможность смещения мембраны вакуумного усилителя тормозов. Официальные дилеры уточняют, достаточно приехать в салон и деталь заменят бесплатно. По времени процедура занимает около 4 часов. Отмечу, автомобили, которые куплены в другие городах, также можно загнать в местные дилерские центры. Всего же по России в отзывную кампанию попали почти 33 тысячи ларгусов. Миллиард рублей выделят в Башкортостане на обустройство деревенских дорог. Средства будут рассчитаны на ремонт 1850 грунтовок. Первый этап отсыпки сельских подъездных дорог планируют провести с 1 июня по 15 сентября. Деньги зарезервированы в Дорожном фонде региона. Полностью завершить работы рассчитывают к 2025 году. К этому времени планируется построить 3500 подъездных дорог и 7800 километров улиц. Стоимость одного километра шириной 5 метров и толщиной покрытия 15 сантиметров – 505 тысяч рублей. Районы с наибольшей протяженностью будущих дорог – это Иглинский, Крамаскалинский и Баймакский. Рост цен на зерно – явление временное. Об этом нашему телеканалу заявили в региональном Минсельхозе. Цены на новый урожай подскочили на фоне проблем с американским зерном. Котировки в среднем выросли со 180 до 187 долларов за тонну. Увеличению цен способствуют проблемы с посадкой кукурузы в США и негативные прогнозы по качеству американской озимой пшеницы. По словам экспертов, в долгосрочной перспективе наблюдается снижение цены. Например, только в январе российское зерно экспортировалось по 240 долларов за тонну. Поэтому, смотрите, если в более длинной перспективе, то цена у нас упала. Если говорить о прогнозах, мировых прогнозах, то прогноз сбора урожая без учета Китая, потому что Китай у нас сейчас находится под санкциями, их продукция не может вывозиться за пределы страны, то без учета Китая прогнозируется увеличение остатков общемировых на пшеницу. И, соответственно, вот эти остатки будут негативно сказываться на ценах. То есть цена на зерно, предположительно, будет меньше, чем за прошедший зерновой год 2018-2019. Объем общемировых остатков зерна в целом увеличится до 150 миллионов тонн. При этом рост потребления планируется только на 3%. Урожай зерна в республике в этом году прогнозируют от 3 до 4 миллионов тонн. Башавтотранс закупит еще 350 новых автобусов. Такую задачу обозначил Радий Хабира. За счет этого временно исполняющий обязанности планирует соединить все города и райцентры Башкортостана без исключения. Главный перевозчик региона приобретет 180 автобусов среднего и 170 малого класса. Также за счет новой покупки ставится задача минимизировать риски людей, которые зачастую доверяют своей жизни нелегальным перевозчикам. В Башкортостане ожидаются заморозки воздуха и почвы от нуля до минус 3 градусов. Холодная погода установится уже завтра вечером. Госкомитет Башкортостана по чрезвычайным ситуациям напоминает об опасности таких условий для сельхозкультур. На трассах возможно образование тумана. Что же касается Уфы, здесь заморозки ожидаются только на почве и то на окраинах. Ночью последующие двое суток около плюс 5-7 градусов, днем 12-15. На этом у меня пока все. Оставайтесь с РБК.